В Козыле на базе детского сада номер один «Золотой ключик» прошли конкурсные состязания среди лучших воспитателей столицы. В нем приняли участие 10 работников дошкольных образовательных учреждений. Из них трое в номинации «Педагогический дебют». Конкурс «Воспитатель года» проводится с целью выявления наилучших, самых лучших в своей профессии, педагогов, воспитателей, тех людей, которые отдают свое сердце, свою душу маленькому ребенку фактически тому, кто будет осуществлять и вести наше будущее. Одним из этапов конкурса стал открытый диалог участников с членами жюри на тему самых распространенных ситуаций, возникающих в детских садах. Например, воспитатели на своем личном примере рассказали, как приучить ребенка есть невкусные, по мнению детей, каши или же как раскрыть таланты у дошколят. В своей практике, работе, например, я создаю ситуацию такую, приглашаю детей в музыкальный зал и объявляю, что у нас начинается концерт. И даю возможность детям составить свою концертную программу. И тут ты начинаешь понимать, что оказывается тот мальчик, который все время не сидит на месте, бегает из-за угла в угол, настоящий клоун. И, соответственно, меняется отношение педагога к этому ребенку и его сверстников, потому что он же размешил и меня, и всех остальных детей. Кроме жюри, конкурсантам могли задать вопросы и все желающие, которые, в свою очередь, интересовались, как воспитатели справляются с гиперактивными детьми. Можно привлечь любого ребенка, можно привлечь к какой-то игровой ситуации. Я думаю, что все дети, дети, они дети, они заинтересуются. Но даже если на пять минут, он все равно заинтересуется тем, что говорит воспитатель. То есть, получается, все-таки ему больше внимания, и по нему немножко подстраиваясь, нельзя никак проигнорировать факт, что он есть... Участие в «Воспитателе года» наряду с серьезным испытанием дает мощный импульс как профессионального, так и для личностного роста. Также, как отмечают участники, конкурс дает возможность посмотреть на других и себя показать, почерпнуть полезный опыт и открыть новые педагогические находки, потренировать свои способности в работе, а также дает уверенность в выступлениях на публике. Ведь этот конкурс – своеобразная ступенька вверх по лестнице саморазвития.